Всем привет! Я Юра и это канал Винные Излишества. Сегодня у меня Франция. Бургундия. Но не спешите радоваться, друзья. Это Бургундия из пятерочки, которую, я думаю, каждый из вас видел, каждый из вас проходил, но не каждый из вас купил. Потому что мысль всегда Бургундия это что-то, ну что-то такое недосягаемое и дорогое. Что-то для богатых, да, что-то на богатом, короче. Но нет, это Бургундия из пятерочки, как я уже повторюсь. Это Пино Нуар, девятнадцатый год. Это Супрегион Кот Шаланес. Можете посмотреть, вот такая вот этикеточка, значит, венчает ее, эту этикетку, вот такой вот герб. Герб это какая-то там, кто-то там, какое-то такое, какое-то, что очень весьма южноамериканское на какой-то лошадке. Ну, типа того, рыцарь на коне. Потом дальше, вот это вот название. Я все уже, я... Вот в этот раз, ребятки, я решил подготовиться. Не вот как обычно, типа... Короче, вот этот, Ля Бургундия. Что это такое? Мелкими буквами, они так, как стыдливо. Что за Ля Бургундия? Это, так называется, собственно, вот эта торговая марка, которая все это дело делает. Далее у нас идет год. Далее у нас идет, собственно, с золотыми буквами написано, что это сделано. Кооператив, вот там вот, под Ля Бургундия, собственно, Бургундия, потом Сабрегион, Пино Нуар, Пелосьон, бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Зачем мы в то время взяли этикетки? Это важно. Чтобы не думали, что, например, что это какая-то херня из Испании, которая разлита во Франции, как они это любят. Нет, это реально Бургундия. Да, это важно. Это важно. Так, ну что, мы это дело открываем. Да, это какой-то огромнейший кооператив делает вот это все. В кооперативе 800 виноделин, вы можете представить, у которых, в свою очередь, где-то порядка 3000 гектаров виноградников. Да, именно так. Ну, короче, они там что-то где-то там вот как-то и делают настолько впечатление, что там белое вино. Ну, ладно. Наливаем. Это же... Прозрачный. Это же Пино Нуар. Ладно. Так, да. Прозрачный такой цвет. Да. Цвет у нас гранатовый. Что у нас с ароматикой? Значит... Ой. Этого еще не хватало. А я сегодня на концерт иду. Ладно. Увлекся. Значит, что у нас с ароматикой здесь? Клубничкой попахивает. Ну, с такой. Очень невыразительный. Очень-очень-очень легкий. Даже я за полтора метра не чую. Обычно я это отвечаю, когда Юра... Знаешь, как клубника, когда я в детстве варенье с водой разводил? Чуть-чуть. Компотиком, да. Вот таким клубничным. Клубничным компотика. Что-то такое ревнивое. Какая-то, может быть, перчинка. Что-то есть такое... Земелистое какое-то такое... Земелисто-гернистое его. Ну, да. Какой-то такой скотный дворик. Ну, не интенсивный аромат? Не, не интенсивный. Ну, такой прям очень-очень легкий. Очень-очень легкий. То есть, прям унюхиваться надо. Зал уже притянутый. Ну, ладно. Собственно, клубничка и дунька-пердунька, короче, какая-то. Ладно. Давайте попробуем. Клубничка. Странное урожение. Ну, какое-то такое. Ням-ням-ням. Сухое. Средней кислотности. Тело выше среднего. Потому что у него такой избыточный, неожиданный алкоголь. Спирт? Спирт. Чистого медика. Который дает прям такой объем во рту. И прям даже кусает и пощипывает. Как тонинность? Тонины. Я, кстати, читал, что тонины в этом вине как бы есть. Но я что-то пока не чувствую. Все рекомендуют, где я читал, декантировать его не менее 40 минут. Ну, опять-таки, мы ничего не декантировали. Возможно, через 40 минут попрут такие тонины. Ну, не знаю. Пока ничего нет. А во вкусе? Во вкусе. Ну, вот этот вот стандартный набор всех этих ягод, ягод красных, брусник, клюкв и всего остального, плюс миндальное вот это вот послевкусие и вишня. Ну, вот как-то так, не знаю, в принципе, наверное, неплохое. Я не специалист по бурбунде, потому что... Ну, а саму-то я зашло или нет? Ты купишь еще раз это или нет? Ну, определенное, я его не куплю больше. Ну, это уже вердит. Да, то есть, ну, оно нормальное вино. Оно продается, по-моему, я его купил за 700 рублей, но за 700 рублей я его точно не куплю. То есть, например, я его какой-нибудь там на дачку бы взял бы на пикничок рублей за 450, например. Ну, он такой достаточно простой вкус, то есть, ничего там разнообразного нет, да? Вкус, да, весьма простой. Ну, с другой стороны, цена 700 рублей. И бургундия. А тут тебе еще и бургундия. Вот когда ты еще прикоснешься к 700, к 700 рублей, к бургундии за 700 рублей? Ну, справедливости ради, я в последнее время заметил, что практически в каждой сетке стало появляться много недорогой бургундии. Там, вплоть до 500 рублей. Вот сейчас я буквально мониторил, я вообще хотел пару взять к этому вину что-то. Ну, что там выцеживать из двух недорогих, вот таких вот недорогих дорогих регионов, да? А вдруг. А вдруг, да. Ну, в общем, да. Короче, значит, мой вердик какой? Не купишь. Определенно, я его больше не куплю. Ну, и 700 рублей, безусловно, свои 700 рублей оно, безусловно, стоит. Тут все, в общем-то, неплохо сделано. Но я его больше не куплю. А, кстати, по поводу этого вина. В моем телеграм-канале винные излишества будет дополнительный обзор после видеообзора. Потому что очень часто бывает такое, что вино раскрывается вечерком, да? Через пару-трех часов. Или наоборот, становится настолько никаким, что я об этом всегда пишу в телеге. Подписывайтесь, ставьте лайки. И что вам еще пожелать? Любви, добра и здоровья вам и вашим близким. Чао. Любви, добра и здоровья вам и вашим близким. Любви, добра и здоровья вам и вашим близким. Продолжение следует...